Уважаемые коллеги, у нас зуб номер 16. Поставлен кламп B1 активированный, то есть мы отогнули специально бранши клампы, так чтобы они глубже заходили. Рядышком зуб номер 17, он был удален. Корни разгнили до бифуркации, были удалены очень хорошо и быстро. На лунку наложено три шва, чтобы сопоставить десневые сосочки. После чего был одет кламп B1 активный на зуб 16, одет кофердан. Подтянут краешек платочка вокруг его перфорации к дистальному нёбному углу корня и зафиксирован при помощи жёлтого клинышка ТОРВМ с капелькой небольшого жидкого пламбировочного материала Владмива Dent Light Flow на центр дуги. И мы получили очень хорошую стабильную конструкцию, герметично установленную, позволяющую убрать старую разрушенную пломбу в зубе номер 16, почистить с песком и всё приклеить в новый билдап для дальнейшей ревизии. К завершению ревизии антодонтической этого зуба, я думаю, что мы уже получим хорошее заживление десны и восстановление передонтального прикрепления вокруг зуба номер 16. Мы закончили обработку периметра корня зуба номер 16, Air Cleanse Prep. Раскрылись устья корневых каналов всех трёх. Сейчас дальше будем обрабатывать всё это дело кислотой и бондом для создания билдапа. Вот то, с чего мы начали, и то, что получено, это очень хорошая работоспособная схема. Мы проложили первое, так скажем, кольцо билдапа, уверенно отгородив периметр корня от кофердама. И дальше можно спокойно применить уже стандартную контурную анатомическую матрицу, для того, чтобы быстренько сделать вот эти вот практически 50% периметра зуба номер 16. Поставили контурную матрицу, немножечко добавили жидкого композита, сейчас закончим билдап по матрице. Случил милдап, стандартная высота, чуть ниже определенной плоскости. Хорошая толщина, доступ ко всем устьям очень хороший. И, в общем, можно начинать первичную додонтию. Хотя вначале зуб был очень-очень сложный. Продолжение следует...